Всем привет! В эфире Универ-Ньюс, а в студии Диана Желенкова. О событиях из жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 28 июля ректор КФУ Ильшат Гафуров, а также некоторые проректоры и директора подразделений ВУЗа, дистанционно встретились с учеными Холонского института технологий. Они обсудили направления развития, представляющие взаимный интерес. Перспективные материалы, биомедицину, медицинскую кибернетику, инфокоммуникационные технологии, прикладную математику и фармацевтику. Мы, наверное, подготовим протокольные предложения и по каждым направлениям определим центры ответственности. Если бы вы со своей стороны сделали то же самое, было бы неплохо. И они бы вот большие или малые конференции в своих предметных областях провели, по крайней мере, до полного открытия границ, когда мы могли встретиться и увидеть и университеты, и лаборатории, и познакомиться еще с рядом коллег, которые были бы взаимно полезны друг другу. Президент Холонского института технологий Эдуард Якубов высоко оценил разработки Казанского университета и высказался за организацию визитов КФУ для обмена опытом после стабилизации ситуации в мире. Ильшат Гафуров эту идею поддержал. Большое спасибо за этот отклик. Я надеюсь, все-таки наши встречи в скором будущем перейдут в нормальный режим встречи, потому что и общение со студентами, и с коллегами все-таки хотелось бы вести, глядя в глаза друг другу и обговаривать спокойно такой обстановки. Комитет Гемаздинов, Булат Садыков, Университет. Выпускники школ продолжают сдавать единый государственный экзамен. Учащиеся IT-лицея Казанского федерального университета набрали высокие баллы ЕГЭ по физике и математике. Средний балл ЕГЭ по математике в лицее составил 80, по физике – 76. Высший балл ЕГЭ по физике получил и выпускник лицея Альберт Шамсуддинов. Вообще, мое обучение не заканчивалось школьной программой. Я также участвовал в различных олимпиадах по физике и астрономии. Поэтому конкретно к ЕГЭ я готовился лишь в плане понимания самой структуры экзамена. Меня поддерживали мой учитель физики Генудина Семьказакировна и родной IT-лисей при Казанском федеральном университете. После экзамена я думал, что если не допустим глупых ошибок, будет 100 баллов. Поэтому особой неожиданностью для меня это не стало. Генеральный консул Республики Узбекистан в Казани посетил Казанский федеральный университет с целью встретиться со студентами из Узбекистана и ответить на многие интересующие их вопросы. О том, как прошла встреча, наш следующий сюжет. 29 июля Генеральный консул Республики Узбекистан в Казани Фаридин Насриев посетил Казанский федеральный университет. В ходе визита представитель соседней республики встретился со студентами из Узбекистана и ответил на многие интересующие их вопросы. Сегодня руководство Казанского федерального университета довело также до студентов, что ни один из студентов не будет выселен. И те студенты, которые закончили обучение, получили дипломы, имеют право оставаться до 31 августа в общежитиях до выезда, возвращения на родину. Самыми часто задаваемыми вопросами от студентов были вопросы касательно проживания в общежитии, возвращения студентов к себе на родину и продолжения обучения в КФУ. Помимо консула, на вопросы от студентов отвечал проректор по внешним связям Тимирхан Алишев. Мы всегда идем на встречу с студентами, ни один студент не остается у нас на улице. Постараемся найти койко-место для того, чтобы этот студент расселить. Работают институт и университет в целом. Помимо этого, важным вопросом от студентов стал вопрос выплат материальной помощи. Как заявили на встрече, всем студентам из Узбекистана, проживающим в Казани, от узбекской стороны будут положены выплаты. Я думаю, все правила были достаточно четко господином генеральным консулом, студентам разъяснены. У них такие возможности есть, получить половину мрот тем студентам, всем, собственно, которые проживают здесь в городе Казани, сейчас в наших общежитиях и на квартирах, и тем студентам, которые, к сожалению, переболели заболеванием ковидом, у них есть возможность получить полный мрот, то есть там 12 с лишним тысяч рублей. Несмотря на то, что границы с Узбекистаном в скором времени, возможно, будут открыты, многие студенты изъявили желание остаться на лето в Казани, чтобы подготовиться к следующему учебному году. 23 июля жюри национальной премии в области маркетинга, лояльности и лоялити Авардс Раша завершила оценку проектов и подвело итоги. Среди победителей – профкарта с программой лояльности от правкома Казанского федерального университета. Профкарта – это единственный такой проект, который есть в виде вузов России. Ни в одном другом вузе России такого проекта, в принципе, не предусмотрено. Недавно открытые пещеры могут стать настоящей машиной времени для ученых, поскольку в них может находиться ценная информация о доисторических временах. Ученые Казанского федерального университета исследовали одну из таких пещер. О том, что им удалось найти и какие результаты ожидаются в будущем, смотрите в нашем следующем сюжете. Ученые Казанского федерального университета расшифруют геном микроорганизмов из Крымской пещеры Таврида. Уникальная пещера с останками первобытных животных и других организмов была обнаружена в 2018 году при строительстве трассы Таврида. Спустя год ученые Казанского федерального университета присоединились к исследованиям по приглашению коллег из Уфимского, исследовательского центра Российской академии наук. Мы с ними сотрудничали по изучению другой очень интересной пещеры, Шурганташ или Капова пещера. Все были обнаружены наскальные рисунки, датируемые 35 тысячами лет до нашей эры. После получения первых образцов ученые КФУ вновь отправились в пещеру Таврида в июле 2020 года. Участие в проекте приняли ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Биомаркер» Юрий Гоголев, старший научный сотрудник научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Наталья Гоголева и студентка Института фундаментальной медицины и биологии Марии Бойцова. Так мы нашли и отобрали около 10 различных образцов, в том числе корни растений, которым, как оказалось, около 600 лет, и биопленки, предположительно маты, тонкие и очень хрупкие живые образования. Некоторые образцы было достать довольно тяжело, поскольку пещера имеет узкие ходы, через которые не каждый может пролезть. Но в конечном итоге все у нас удалось и все реакции вы потрачены. Так что свою работу мы продолжим уже в лаборатории со всем, что получили в Тавриде. Ученые выяснили, что в пещере присутствует много микроорганизмов из царства археи – одна из основных форм жизни. Чем меньше нагрузки на этот объект было раньше, тем больше шансов получить именно такую достоверную информацию. Поэтому недавно открытые пещеры, в том числе данная пещера, это очень ценный объект. Тем более вот такая пещера, которая была законсервирована достаточно давно. Впереди долгая работа в лаборатории с отобранными пробами, которые помогут определить более подробную информацию о найденных микроорганизмах. Это прежде всего методоксономика, это упрощенная методогеномика, скажем так. Когда секвенируются только определенные фрагменты, сначала они амплифицируются методом полимератной цепной реакции. Она используется для препаративного получения отдельных генов. И затем эти гены секвенируются, определяется последовательность ДНК этих генов. И она сравнивается с тем, что уже было секвенировано ранее для других организмов. Ну и по сходству этих генов определяется, какие же организмы, какого аксономического уровня мы можем их отнести. Предстоит изучить и состав микрофлоры в пещере. Узнать, представляет ли она опасность для человека и могут ли посещать пещеру туристы в будущем времени. Кроме того, ученые исследуют биологическое разнообразие пещеры и оценят влияние человека на него в будущем. Из наших образцов, которые мы отобрали, все это нужно будет обработать тщательно, получить чистые препараты, проанализировать на секвенаторах. И потом это займет, я думаю, несколько месяцев, может быть полгода. Затем еще достаточно длительный информатический анализ. Я думаю, что в целом это займет, наверное, где-то два года. На этом все. В студии была Диана Желенкова. Не забывайте смотреть наши выпуски в социальных сетях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова